Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим один очень интересный комментарий. Наташа, спасибо огромное! Я этот комментарий почему-то не встречала на канале Ольги Уралочки. Спасибо, что поделилась им у меня на канале. Написала его Соня Петровна, посмотрела годичной давности видео. Несколько последних видео и возник вопрос, куда катится мир. Молодой мужчина, 35 лет, вероятно, с проблемами по мужской части. Иначе непонятно, зачем проживает молодую жизнь рядом с самодурой, слушает ее тупой разговор, смеется над ее словами, созерцает ежедневно 200 килограмм рядом с собой, да еще и на 20 лет старше. Ради чего? А ночью, Сафар? Как ты смотришь в глаза, Сафар, своим родителям, братьям, сестрам, родственникам, детям? Какой мужчина самодостаточный пойдет жить на территорию женщины, чтобы она и понукала им, как прислугой? Это очень бросается в глаза, особенно когда елейным голоском Ольга говорит Любимый муж. Неужели призрачная перспектива получить квартиру, машину и совсем реальное не работать важнее проживание достойной жизни рядом с женой, детьми, работая, добиваясь всего своим трудом? Всегда такого рода мужчины, как Сафар, Альфонс и приживалка, и такие женщины, как Ольга, похотливая пустоголовая тиранка, вызывали только презренье. Больше, чем ты себя уже наказал, Сафар, может наказать только Господь. А ведь, ребят, на самом деле в каждом слове правда. Вот разобраться же, 35 лет мужчине. Ну, мы прекрасно с вами знаем, что Уралка рассказывает нам про 45, и это ложь. Если бы она хотела доказать, она давным-давно бы уже доказала, да и Сафар сам уже давным-давно бы доказал. Я сто раз предлагала закрыть всем рты, показать паспорт, показать свидетельство о браке, но в ответ ничего никому не должны, да. И про вес 155 килограмм докажи попросили. Ничего не буду доказывать, мы сами всё знаем. Но если вы сами всё знаете, то мы тоже сами всё знаем. Так вот, ребят, ну, 35 лет молодой мужчина, ну, можно сказать, в самом соку. И при том, что есть жена, есть детки, неужели и правда ради получения квартиры, машины хочется проживать такую жизнь? Ну, а если разобраться, ребят, а какую жизнь ему проживать? Ребят, он в 16 лет умотал, ну, или в 17 умотал с родины, чтобы работать и зарабатывать деньги. У него нет образования. Что он умеет? Да, по сути, ничего он не умеет, кроме гонять мурашей на даче. Какими-то дачными делами он занимается только под контролем Уралочки. Так командует, а он делает. Вот правда, ребят, как под юбкой сидит, выполняя приказы Уралки. Да, ребят, мы прекрасно тоже с вами знаем, как он может и послать Уралочку, как выругаться, нервы-то не железные, сидеть и ежедневно лицезреть на всё это, будучи в молодом возрасте рядом с женщиной, которая гораздо старше его и, скажем так, что довела сама себя до такого состояния. Не хочу говорить, что она там некрасивая, страшная. Она очень симпатичная, ребят. Только всё то лишнее, что она носит на себе, не вызывает, не вызывает никакого восхищения, согласитесь. И вот представьте, что ему ждать от жизни? Образования? Нет. Работу какую он найдёт работу? Ну, собирал он металл. Вы думаете, он что, получал там хорошие деньги? Строитель из него просто-напросто никакой. Вы помните, как он там пытался дом покрасить или что он там красил, а бы чего наделал? Что он ремонт шикарно может сделать? Конечно же, нет. Тяп-ляп и готово. То есть, его на работу в какую-то компанию строительную или даже шабашником вряд ли кто возьмёт. Потому что везде нужны специалисты. Пусть даже если у человека нет образования, но у него золотые руки, а таких вот, как Сафар, которые толком-то и русского языка не знают толком и делать ничего не могут, куда таких брать на работу? Ну, только если, знаете, перенеси, подай, отойди, не мешай, и заплатить сущие копейки. Поэтому, ну, вот какую жизнь он должен проживать? Видимо, такая жизнь – это норма для мужчин из Таджикистана. Потому что, как правило, правильно, да, что Сафар рассказывал, вернее, Уралочка про Сафара, что он старший, и он должен помогать родителям, братьям, сёстрам, и должен зарабатывать, да, на жизнь. Поэтому он и не пошёл учиться, а его миссия была зарабатывать и помогать. А где раз заработаешь, когда нет образования? Ну, нигде. Вот и приходится проживать такую жизнь. И проживать такую жизнь, мне кажется, считается нормой у граждан Таджикистана, Узбекистана. И жёны прекрасно это всё знают, что живут их мужья с другими женщинами, накормлены, сыты, обуты, да, и при этом отправляют деньги на родину. Нам, конечно же, такого не понять, да. Я лично и близко такого не могу понять, как можно жить ради денег, без любви и всё время врать. Уралочка изначально, конечно же, она была счастлива, без меры. Вы помните ещё вот год назад, полтора года назад, видеоролики, какие у неё глаза были, они горели, они светились от счастья. Пока, видимо, он вешал ей лапшу, да, а сейчас, естественно, и жрачка дала трещину в здоровье, ещё большую, чем та трещина была. Да и потихонечку, потихонечку она начинает понимать, что, естественно, её дурят. Но ей приходится соглашаться с этим. Можно было бы, да, представить другое, что Сафарик мог найти себе другую женщину, как раз-таки своего возраста. Но, ребят, разве это реально? По-моему, женщины в таком возрасте имеют мужей, имеют семьи. Да и женщины нынче у нас не глупые. Нет, хотя хватает доверчивых, не хочу сказать глупых, да, доверчивых, которые верят, доверяют. Ну, вот кто возьмёт себе безработного, безобразования на свою шею, да? Какая женщина? Только те, которые уже потеряли, да, какой-то смысл, да, в выборе своей половинки. Вот Уралочка, ну вот где ей было искать? Она-то первого мужа ждала, помните, рассказывала, как долго ждала, пока тот с Кубани доедет, да? А тут навешали лапши на уши, и всё, красота. Вообще, ребят, я не понимаю, никогда не пойму таких отношений, да? Ну, как есть, так и есть. И раз Сафарик себе выбрал Уралочку, ну, своего рода он сам себя наказал. Но, мне кажется, для него это совсем-совсем не наказанье. Себя он не даст обдурить, поверьте. Он обдурит кого угодно, но не себя. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.